После возвращения крымских татар в Крым, у них сложилась прекрасная традиция – встречаться в селах, откуда были выселены они сами или их предки в мае 44-го. В минувшие выходные такая встреча прошла в селе Хатарша-Сарай Хараслобазарского района. Уроженцы встречи делились теплыми воспоминаниями о детстве, проведенном в этом селе. Знакомили детей и внуков с историей родных мест. Мудееву Сейтмуратову было 11 лет, когда его выслали из родного рода. Для него встреча односельчан – как глоток свежего воздуха. Каждый раз он с трепетом и волнением ждет этого события. Мудееву Сейтмуратов – как глоток свежего воздуха. Нариман Алимов тоже родился в селе Хатарша-Сарай. Именно с этим местом связаны его самые яркие воспоминания детства. Мудееву Сейтмуратов – как глоток свежего воздуха. До депортации в селе Хатарша-Сарай жили преимущественно крымские татары. Они занимались сельским хозяйством и выращивали табак. В селе была своя мечеть и школа. О прошлом здесь напоминает только сохранившийся колодец, который был источником воды для всего села. Мудееву Сейтмуратов – как глоток свежего воздуха. Мудееву Сейтмуратов – как глоток свежего воздуха. В Калхозе есть халк, алма бақчасы. Алма бақчасы – это харт бақча, яш бақча. Апайлар, ақайлар, конда шағашайды. Мы не знаем, что Татарды нет. Мы не знаем, что Татарды нет. Мы знаем, что Коран, что мы знаем. Мы емдерді, ақайлар, бақшқа, бақшқа. Кайды, калқозы жалышы жалышы жалышы. Апайлар, ақайлар, бақшқа, бақшқа жалышы жалышы жалышы. Сегодня навстрече односельчан, родившихся в селе Хатаршасарай, всего около 10 человек. Они делятся воспоминаниями, интересными историями с детьми и внуками. Долгожданная встреча в родном селе всегда сопровождается душевными беседами, горькими воспоминаниями, танцами и угощениями и всегда счастливыми лицами тех, кто после долгой разлуки снова встретился с родной землей. Субтитры создавал DimaTorzok